Добрый день, друзья! Это Абхазский портал, и мы ценим вашу готовность выслушать наше мнение. Главным событием недели, без сомнения, стало Питсунское соглашение. И совсем не потому, что в публичном пространстве наконец-то появилась многострадальная нота МИД России, оглашение которой требовала общественность, депутаты, НПО, оппозиция и журналисты с 8 февраля нынешнего года, а потому что Питсунское соглашение войдет в летопись нашей страны, как история большой лжи, несопоставимой по масштабам даже с железнодорожным кредитом. Если кто-то забыл, напомню, тайное подписание межправительственного соглашения, согласно которому объекты, расположенные на территории Питсунской государственной дачи, прилегающая к нему бухта и часть Питсунского заповедника, переходили в собственность другого государства, состоялась в Москве 19 января 1922 года. Два года наше общество выслушивало бредовые заявления и откровенный шантаж первых лиц государства, заверение в том, что дача не может быть передана третьим лицам. То есть не исключается передача третьим лицам, передача в аренду и так далее. Это соглашение 1922 года. Два года мы протестовали, объясняли, что соглашение противоречит Конституции, законам и интересам нашей страны. Из всего договора 30 нарушений только выявили мы сами. Сегодня юристы, абхазские, на кого мы рассчитываем сегодня конституционную реформу, кто должен проводить, они экспертное заключение дали, анализ, прочитайте, если он в сети находится, что в каждой статье нарушено. Но вместо того, чтобы прислушаться к аргументам и отозвать соглашение, Аслан Кжаня решил продавить его ратификацию любым путем. Он выбрал откровенную ложь. И тут мы увидели трусливую позицию Конституционного суда, который отклонил депутатский запрос о несоответствии соглашения Конституции. Затем была расчудесная эпопея с ошибочными координатами, указанными в соглашении. Нечаянно. И помните, что нам ответила прокуратура? Ах да, какая мелочь. Наши прекрасные чиновники опять ошиблись. Но непреднамеренно. Сугубо по наивности не проверили координаты, кем-то нарисованные в соглашении. Какая мелочь. Если вас интересуют эти несколько десятков гектаров, то пусть внесут изменения в соглашение. Мы не против. Но чиновники не виноваты. Так случилось. Что еще надо вспомнить? Эфиры на государственном телевидении, на которых ответственные лица, подписавшие и лоббирующие соглашения, бились насмерть за интересы другого государства, игнорируя законы Абхазии. Заявления министра иностранных дел и юстиции, оскорбительные выпады в адрес людей, отстаивающих государственные интересы. Вишенка на торте. Визит бжания в общественную палату. И парламент должен принять решение. Именно должен. Да. Именно должен. Где президент откровенно надсмехался над инакомыслящими, над нашей молодежью, диктовал парламенту сроки ратификации и заявлял, что ни о какой передаче третьим лицам речи вообще не идет. Что это наши первобытные страхи и нежелание смотреть в прекрасное будущее. А может вспомним позорную сессию парламента, проведенную накануне Нового года, на рассвете 27 декабря в закрытом режиме и людей, простоявших всю ночь под стенами народного собрания. Оборонительные заграждения, толпы силовиков или автобусы, собранные по всей стране, чтобы защитить ослабжение от народа, который его выбрал на свою голову. Да, нам есть что вспомнить. Но вот чего я не могу вспомнить, чтобы парламент без всякой чрезвычайной ситуации трижды в день менял дату и время проведения сессии, проводил заседания под покровом ночи и в закрытом режиме, чтобы президент страны, не дожидаясь начала рабочего дня, подписывал закон, несмотря на предупреждение о несоответствии соглашения Конституции. Я не знаю аналогов новейшей истории Абхазии, когда бы руководство нашей страны позволяло себе так унижать и оскорблять народ, устраивало гонения на граждан, защищающих национальные интересы, чтобы даже от парламента скрывали значимые международные документы. А теперь о российской ноте, если кто-то еще ее не прочитал. Российская сторона требует от руководства Абхазии гарантии того, что нарушение Конституционного закона Республики Абхазия российской стороной, то есть передача объектов, земельных участков и участков акватории моря третьим лицам, не повлечет за собой возвращение объекта в собственность Абхазии. Это удар по имиджу страны. Это ложь, в которой уличил нашу власть стратегический партнер. И это тупик, из которого для разумных чиновников, обманувших свой народ, только один выход. Сложение полномочий. Но разумных нет, а это значит, что за все преступления власти, совершенные против нашей страны, ответственность будем нести мы. И это правильно, потому как надо думать о будущем, когда голосуешь не за главу государства, а за мешок просроченной муки и пачку залежалых макарон. Это Абхазский портал, на котором мы излагаем свое мнение и готовы предоставить вам возможность высказать свое. Мыслящие люди просто обязаны время от времени это делать. Присоединяйтесь, пока нас еще не лишили конституционного права на свободу выражения мнений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!